Будет очень хороший такой кластер спортивный, и беговые дорожки, и площадки на улице для игры, для занятий, а также для тех, кто просто занимается зрительным, ведет здоровый образ жизни, можно и на перекладинах, воркаут. Одним словом, занимайся не хочу. Если мы посмотрим на проект будущих площадок, то увидим там и полноценное футбольное поле, и теннисный корт, и беговую дорожку. Различные тренажеры и места для игровых видов спорта. В Барнауле спортивный кластер появится на территории Дю США-6. В этом районе нет культурно-оздоровительных каких-то мероприятий, и наша школа как раз подходит под эту площадку. Мне кажется, и она здесь будет очень востребована и перспективна. Стоимость каждой площадки около 20 миллионов рублей. Их выделил российский Минспорт. Задача Алтайского края – подготовить основания под строительство. Важно отметить, что места для площадок выбирали сами муниципалитеты. В Паловске, например, очень любят хоккей, так что там построят спортивную площадку с хоккейной коробкой. Объект, который мы планируем построить, он будет использоваться круглогодично. И в зимнее время, как вот сегодня мы видим, здесь активно идут у нас хоккейные мероприятия, тренировки, так и в летнее время. Этот объект будет у нас многофункциональный. Можно будет заняться и легкой атлетикой, можно будет заняться и баскетболом, практически всеми видами спорта. Мы бюджет уже имеем, соответственно, сейчас финансово доведется лимит, выходит КАИП, доводится лимит, объявляем процедуру, контрактуемся. Но и времени у нас более чем достаточно за лето все это сделать. Будет раньше, значит раньше. В Тальменку, как и в Паловск, некоторые тренажеры уже доставлены. Сейчас для каждого объекта важно определить подрядчика, чтобы начать стройку. Как только площадки будут готовы к использованию, региональный Минспорт начнет работу по установке таких же спортивных площадок в других городах и поселках Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.